Помню, что было больно. Больно смотреть на нее. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Застрял в любви» 2012 года «Stack and Love» – независимый комедийный и драматический фильм режиссера и сценариста Джоша Буна. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто 9 сентября 2012 года. «Застрял в любви» – история о первой любви и втором шансе. Режиссер-сценарист Джош Бун работал на сценарии кино «Застрял в любви» по его признанию с юношества. Самая первая сцена была им написана еще во время учебы в высшей школе. Джош Бун привлек внимание продюсеров, поставив условие, что режиссером будет именно он. Многие из эпизодов картины Джош Бун взял из своей жизни – историю первой школьной любви, последствия развода родителей и увлеченность произведениями Стивена Кинга. «Мне очень страшно». «Я знаю. Я знаю». «Я боюсь, что будет больно». «Я тебя не обижу». «Застрял в любви» – актеры и роли. «Грек Киннер» – Уильям Билл Бордженс, успешный писатель-новелист, переживший развод с женой. «Дженнифер Каннелли» – Эрика, бывшая жена Билла. «Лили Коллинз» – Саманта Бордженс, дочь Билла, циничная студентка колледжа, издавшая свой роман. «Нед Вулф» – Расти Бордженс, сын Билла, старшеклассник. «Логан Лермон» – Луи. Парень Саманты – писатель. «Лиана Либерата» – Кейт, одноклассница Расти, в которую он влюблен. Кристин Белл, Триша, соседка Билла, его любовница. Расти Джойнер, Мартин, новый муж Эрики. Патрик Шварценеггер, Гленн, парень Кейт. «И это фото ты собираешься выставить на сайт?» «И?» «Давай откажемся от этой мысли. Ты тут похож на сининого убийцу. Давай сделаем... «Я покажу тебе». «Покажу, как это делается, хорошо?» «Если бы я была на этом веб-сайте, то я сразу бы захотела с тобой встретиться». «Да». В сцене, где Стивен Кинг звонит Расти по поводу его опубликованного в журнале «Рассказа», зрители действительно слышат голос короля ужасов. В фильме упоминаются следующие известные писатели, или же персонажи читают их книги. Фланри О'Коннор, 1925-1964 годы. Ричард Форд, 1944 год. Джоан Дидион, 1934 год. Стивен Кинг, 1947 год. И Раймонд Карвер, 1938-1988 годы. Когда Билл спрашивает у дочери, как там Луя, та отвечает, что еще за Луя. Сама она в этот момент читает комиксы Эда Брубейкера, который обожает Луя, о чем сам говорит в одном из более ранних эпизодов фильма. Сама, нато роль которой исполнила Лили Коллинз, написала работу «Ender the Tank». Так называется вышедший в 1994 году альбом Тури Эймос, американская певица, пианистки, композитора и автора песен. Здрасте, это Стивен Кинг. Алло. Да, сэр. Сестра прислала мне твой рассказ, я увидел лицо. Я его прочел, считаю, что он замечательный. Вам его сестра прислала? Да, я позволил себе вольность и послал его в журнал научной фантастики. Этот журнал печатал некоторые из моих рассказов, и он вполне подойдет для твоих. В начале фильма Эрика в исполнении Дженнифер Каннелли читает «Синяя ночь» 2011 года Джоан Дидион, воспоминание писательницы о смерти дочери. К этому моменту Эрика уже потеряла собственную дочь Сэм, которая играет Лили Коллинз. История Расти, которую Сэм посылает Стивену Кингу, является приложением текста-композиции IV Jazz Cineface, Beatles, 1965 года. Расти утверждает, что каждый раз при виде Кэйт вспоминает эту песню. Сама история начинается со слов Расти. Я помню, что было больно. Было больно смотреть на нее. Поначалу фильм «Стак ин лав» намеревались назвать писатели. Расти в исполнении Ната Вулфа дарит Кейт, который играет Лиана Либерата, книгу. Это издание романа Стивена Кинга «Оно» 1986 года, выпущенное к 25-летию выхода книги в свет. Расти является большим поклонником творчества Кинга. Роль Саманты досталась Лили Коллинз, молодой, но уже известной актрисе. Лили прекрасно удалась роль ранимой, однако сильной и цельной личности. Ты умственно отталый? Нет. По-моему, я ясно дала тебе понять, что ты мне не интересен. Нет-нет, мы с тобой подружимся. Но я не хочу с тобой дружить. Ну что ж, тогда я заберу твою куртку, а ты попытайся ее отобрать. Можно выпить кофе, если хочешь. Дай ее сюда. Куртку. Фильм застрял в любви. Сюжет. Уильям Билл Борджонс, Грэг Киннер, успешный писатель-новеллист, ранее был самым счастливым человеком. Замечательная жена, двое детей, любимая работа. Но все изменилось в один миг. Жена Эрика, Дженнифер Каннель, ушла от него к молодому мужчине. Развод и все последующие за ним события изменили жизнь Билла кардинально. Вот уже три года он никак не может заставить себя писать новую книгу. Вместо этого он решает устроить слежку за своей бывшей женой ее нового возлюбленного. Билл по-прежнему любит свою бывшую жену и надеется, что, одумавшись, она вернется к нему. В канун Рождества он сталкивается с Эрикой. Из-за разговора в кафе Билл говорит ей, что если бы ему дали второй шанс, он был бы гораздо лучшим мужем. Эрике становится явно не по себе от его признаний. Ведь Эрика, на первый взгляд, весьма довольная своей новой жизнью, отчаянно скучает по детям и даже по бывшему мужу, сомневаясь в правильности сделанного ей выбора. У меня бывают дни, когда я сомневаюсь, правильно ли поступила. У меня бывают плохие дни. Я не знаю, зачем это говорю. Видимо, я не хочу, чтобы ты думал, будто мне это безразлично. И безразлично, проведенные с тобой годы. Ведь это не так. Я думаю о том, что я потеряла. Их дочь Саманта, которая учится в колледже и делает первые успехи в профессии писателя, уже издав свой первый роман, несчастна в личной жизни. Девушка не позволяет себе влюбляться, боясь сопутствующей любви боли, постигшей ее отца. Саманта демонстрирует потрясающее хладнокровие и циничность, которые так не свойственны ее романтичной натуре писателя. Однажды в баре она встречает начинающего писателя Сэма Лу, Логан Лерман, которому дается пробиться сквозь ее броню. Но начинающиеся отношения внезапно прерываются. Лишь смерть, больной раком головного мозга матери Лу, помогает любленным понять, что они значат друг для друга. Подросток Расти, предоставленный самому себе, влюбляется в одноклассницу Кейт, Лиана Либерата. Но ему не хватает смелости поговорить с ней. После разговора с отцом, Расти с другом Джейсоном проникает на вечеринку, где тусуется Кейт. Защищая Кейт во время ссоры от ее байфренда Глена, Патрик Шварценеггер, Расти привозит ее к себе домой. Между ними вспыхивает чувство, но на вечеринке, посвященную выходу книги Саманта, Кейт связывается с плохой компанией. Сердце Расти разбито, а Кейт попадает в реабилитационную клинику. И теперь ей предстоит научиться жить с совершенными ошибками. Вся семья борженцев застряла в любви. И когда за столом собрались Билл, Саманта, Слу и Расти, внезапно на пороге появляется Эрика. Фильм застрял в любви. Трудно назвать комедией. Он искренний, трогательный, пронзительный. Его можно разобрать на цитатах. Особенно интересны философские высказания Саманта в исполнении Лили Коллинса. В девушке удивительным образом сочетаются мудрость и цинизм. Не уступает сестре и юной Расти. Я помню, что было больно смотреть, как она страдает. В одной этой фразе воплотилось все наше представление о любви. Ведь любовь – это чувствовать боль любимого человека, как свою собственную. Застрял в любви Фильм, актеры которого прекрасно справились со своей задачей. Зрители не только поверили их чувствам, но и пропустили их через себя. Ты еще не занимался сексом, а я не занималась им в шкафу. Ты запомнишь меня и запомнишь этот момент, и я буду очень-очень рада. Некоторые зрители называют фильм «Застрял в любви» 2012 года скучным. Но на самом деле все, что требуется от зрителя – это внимательно смотреть и вдумываться в смысл происходящего на экране. Каждый диалог, каждая встреча показывает нам то, на чем стоит задуматься. При этом назвать фильм поучителям нельзя, ведь это касается каждого из нас. «Stuck in love» как фильм лишь показывает нам дорожку. Пройти по ней мы должны самостоятельно. История, рассказанная фильмом «Застрял в любви» удивительно реалистична. Каждый из нас может ассоциировать себя с кем-то из героев. Ранимой мразь тех, ладнокровной Самантой, раненым Биллом или сомневающейся Эрикой. Картина не похожа на сказку. Здесь присутствует нецензурная лексика, наркотики, подростковый максимализм. Но вкупе они не портят картину, а лишь дополняют ее. «Застрял в любви» найдет отклик в душе каждого зрителя. Фильм «Stuck in love» 2012 года однозначно стоит посмотреть. Он не оставит вас равнодушным к происходящим перипетиям сюжета. Возможно, картина подскажет вам, что делать, если окончательно и бесповоротно застрял в любви. Я слышал человеческий шум, который мы издавали. Хотя никто из нас не шевелился, даже когда в комнате стало темно. Вот что значит написать книгу. Это значит слушать стук сердца.